Своё последнее интервью Анна Политковская дала нашей телекомпании за два дня до своей гибели. 5 октября в Чечне отмечал день рождения Рамзан Кадыров. Обозреватель новой газеты делилась впечатлениями об этом человеке и пыталась объяснить феномен невероятно стремительного карьерного роста Кадырова-младшего. Сегодня в России лишь немногие осмеливаются говорить о том, что Рамзан достиг призывного возраста аккурат к началу военных действий в Чечне и что члены его семьи активно принимали в них участие на стороне сепаратистов. Анна Политковская говорила об этом без страха. Сегодня в России принято закрывать глаза на то, что Кадыров-младший может, улыбаясь перед телекамерами, вести непринужденные беседы с бывшими боевиками-головорезами. Политковская до последних дней пыталась осветить эту чудовищную действительность в своих материалах. На самом деле Кадыров-младший человек крайне руживый, а как бывает с такого типа людьми, я лично уже ничего не верю. Никогда он верности клянется, никогда он заигрывается со своими людьми по чеченскому телевидению, обычно это происходит. Он не стесняется там в выражениях и говорит, что мы этих русских задвинем, мы им место покажем, где этот Кадыров не врет. Я, например, не берусь утверждать. Он умеет лизать ручку большого белого царя и умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Мы найдем ему место. Львиная доля отечественных СМИ о том, что говорила и писала Политковская, уже давно не думает. Зато 30-летний юбилей Рамзана Кадырова был освещен, что называется, в полный рост. Зрителю и читателю детально рассказали и показали, какие подарки и сувениры в этот день получил Кадыров. Российский зритель узнал, что благодаря этому юбилею в Чечне открылся первый аэропорт с вип-залами, летним садом и комфортабельной гостиницей. Зритель порадовался за то, что теперь зоопарк Кадырова пополнился на одного волкодава и бурого медведя. Наконец все узнали, что теперь Рамзан будет ездить по республике на красном Феррари, а слушать в этом автомобиле он будет исключительно пластинки Филиппа Киркорова, потому что последний переезжал в Гудермес с эксклюзивным поздравительным концертом и даже стал народным артистом сразу двух республик Чечни и Ингушетии. А лейтмотивом юбилея стали кадыровские признания, что обрушившиеся на него слава, респект и подарки это все суета, потому что главной отрадой для него всегда был мир, который день за днем приходит на землю Чечни. У нас задача закончить войну. Дело будет закончено, когда у нас не будет стрелять, у нас не будет убивать, у нас не будет похищать. Стрелять, убивать и похищать это те слова, которыми Анна Политовская и другие военные журналисты, побывавшие в Чечне, характеризовали былые заслуги самого Рамзана Кадырова. Биография Рамзана до начала второй чеченской кампании, как уже было сказано, стараниями федеральных властей и руководством крупных СМИ оставалась в тени. Общество удавали знать лишь о том, что Кадыров-младший в период второй кампании был командиром роты милиции по охране правительственных объектов и параллельно учился в институте бизнеса и права на юриста. Хотя о гранит науке юбиляр не сломал ни одного зуба, к 30 годам он уже успел получить титул почетного члена Академии наук и под шумок звезду Героя России. Еще вчера весь мир тихонько хихикал над кадрами, где паренек крепкого телосложения с кудрявой бородой в спортивном костюме стоит в Кремле с президентом. Сегодня Рамзан Кадыров обладатель аэропорта, премьер-министр, второй человек в республике, условно второй. Если там и есть президент, то все знают, что это Рамзан Кадыров. Посмотрите телевизор. А Луалханов, к сожалению, лишь номинально занимает свою должность. Согласно Конституции Республики, Кадыров получил возможность стать президентом Чечни. Однако юбиляр признается, что для этого надо еще много работать, прежде всего над собой. Когда о Рамзане заговорил весь мир, сам Рамзан предпочитал молчать. Высокопоставленное окружение Кадырова-младшего оберегает премьера от журналистов как может, потому что всякое публичное выступление Рамзана неминуемо оборачивается скандалом, иногда даже международным. Да, они всегда были провокатором и всегда они поддерживали международный терроризм. Но в Москве всякие глупые шалости Рамзана прощаются на раз-два-три. Кадыров-младший, словно крошка Цахис, очаровал собой и своей лучезарной преданностью федеральной власти. Что такое кремлевский режим, вот я сейчас думаю, для Рамзана? Это, в общем-то, крыша фактически. И насколько выглядит искренним уверение в лояльности своей крыши, допустим, торговца с черкизовского рынка. Они вполне искренне, пока эта крыша может выполнять свои функции. Очевидно, что сам Кадыров заинтересован в том, чтобы его дружба с Кремлем длилась как можно дольше. Не случайно именно из Чечни так часто и активно звучат призывы продлить полномочия Путина после 2008 года. Однако понятно, что в любой момент этот союз может рухнуть. Но что будет после этого? Из этого вполне уже можно сделать вывод, что Рамзан Кадыров стал таким Сталином наших дней чеченского народа. И я думаю, что это сулит много неприятностей всем вокруг и внутри самого чеченского общества. Я хозяин, я за рулем. Кицааван ватс, святин до. Рамзан, кицааван ватс. Вы сказали, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен на убить 150 русских, чтобы попасть в рай. Нет, я говорил в 95-м, в 96-м году, прозывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200. Я говорю, сколько можете. Я тогда прозывал к джихаду. Так что это тоже не секрет. Потому что вот когда я сейчас стала говорить о Чечне, была у меня такая одна очень важная вещь, которую я подумала, говорить или не говорить. Потому что если я ее скажу, то у меня сейчас обрушится куча обвинений в том, что я против русских, в том, что я за чеченцев. Но я все-таки не могу ее не сказать. Мы сражаемся с Чечней 12 лет. Пока мы ее не победили. Пока мы видим, что это война, которая не может выиграть русский, хотя ее может выиграть чеченец, который там де-факто перестает контролироваться русскими. Наверное, если войну с народом нельзя выиграть 12 лет, то ее нельзя выиграть никогда. Одно из самых страшных вопросов, которые задаешь себе при виде войны в Чечне, это вопрос, где великие русские битвы этой войны. Вот какие битвы мы на этой войне выиграли, чтобы нам можно было гордиться? Битва за Грозный? Ну, извините, да, мы ее выиграли, а чеченцы ее проиграли. Но это одна из тех случаев, когда, в общем-то, как сказано, по-моему, у Тацита победители могут завидовать побежденным. Бамут, который мы раздолбали с воздуха самолетами, так что там до сих пор никто не живет. Село Комсомольское, тоже одна из великих битв. В 2001 году, напомню, что там случилось, полторы тысячи боевиков Гилаева удерживали село, они его удерживали, они выполнили свою задачу, потом они ушли через дырку в русском оцеплении, около сотни боевиков осталось в селе прикрывать их отход. Поскольку они выполнили свою задачу, они прикрыли отход своих товарищей, то они сдались, сдались внимание не под обещание плена, они сдались под обещание амнистии. Запомним этот момент, амнистии. Больше этих боевиков никто не видел, правда, есть пленка, на которых показано, как их выгружают из автозака, многие из них мертвые, многие с отрезанными ушами, почти все, извините, без штанов. То есть еще кто-то из русских это снимал, да, эту великую победу мы решили снять для увековечения. Согласитесь, да, это либо памятник бездарности военачальников, как в смысле в случае Грозного, либо памятник вещей, которые, ну там еще хуже и не вписываются в то, что называется там военной этикой, потому что это приказали сделать офицеры русской армии. Вот где герои в этой войне со стороны русских? Со стороны чеченцев герои есть, и вовсе не обязательно, да, говорить, что герой это там Басаев, который захватывал Буденовск, вот, мол, они террористы. Нет, есть другие герои, имена которых знает любой чеченец. А есть, допустим, Атгириев, человек, который был против лоховитов, который там отличался достаточно безупречным, ну, с точки зрения боевика поведением, прилетел в Москву на переговоры, был арестован, но судей вел себя очень достойно и в тюрьме просто очень быстро погиб по непонятным причинам. Опять же, да, вопрос, человека пригласили на переговоры, арестовали и убили. Там был Руслан Гилаев, который, когда его окружили, раненый, отпилил себе руку своей дедовской сабли, еще успел там убить двоих пограничников, которые потом пошли за ним, за обессилевшим от кровопотери человеком с этой отпиленной рукой. Был тот же Ахмед Закаев, который сейчас сидит в Лондоне. Между прочим, Закаев был тот человек, который всегда отпускал пленных. Например, когда нынешний президент Чечни Аллу Алханов был окруженными в железнодорожном вокзале, в городе Грозном, там было два отряда, которые штурмовали этот вокзал, Закаева и Басаева. И Алханов сдался именно Закаеву, потому что было известно, что Закаев отпускает пленных, а Басаев убивает. Вот назовите мне примеры подобных героев со стороны русских. К сожалению, их нет, потому что для того, чтобы быть героями, надо идти впереди своих войск или сражаться хотя бы с ними. Когда российский генерал, не приближаясь к передовой, пьет, когда российскому генералу танк посылают за водкой единственной, а наступление пехоты поддерживает БМП, которые расстреливают, а танк послали за водкой, тогда в этой ситуации не может быть героев, потому что герой – это либо тот человек, который впереди своих войск, героем не может быть тот человек, который не наступает вместе со своими войсками, и не могут быть те солдаты, которые превращены в пушечное мясо. Где герои со стороны русских в этой войне? Назовите хоть одного человека. Полковник Буданов? Ну, на войне бывает разное. На войне там бывают герои, которые убивали, которые насиловали, но нету ни одного примера там в истории человечества, чтобы героем в народном сознании или хотя бы там в общественном сознании стал человек, который отличился исключительно тем, что он изнасиловал и убил девушку, и больше никаких подвигов за ним не водится. Кто еще герои? Тот анонимный ФСБшник, который по широко распространенной в России легенде, дал в 2001 году в боевикам фальшивую карту минных полей, так что они подорвались при выходе из Грозного. Знаете, вот это вот очень известная история, которую нам постоянно рассказывают, как мы обманули чеченских полевых командиров. Проблема заключается в том, что чеченцы рассказывают немножко другую версию этой истории. Она звучит так, что когда был в конце января дан приказ на отход всех боевиков из Грозного, то руководил этим всем Басаев, то думали, что будет 3000 человек, потому что под его руководством сражалось 3000 человек, но собралось 7000 человек, потому что были еще какие-то там партизаны, которые воевали самостоятельно. И стало ясно, что эти люди не могут выйти в одну ночь. А проход заранее готовился, заранее несколько ночей подряд разминировали чеченцы, как они это часто достаточно делали, что и помогало им сбежать из русского окружения. Несколько ночей подряд чеченцы разминировали пароход, и вот в тот день, когда был назначен выход, стало ясно, что все вместе выйти не могут. И вот построилась колонна, продолжалась, одновременно началось движение колонны и продолжалось разминирование, и уже к утру стало ясно, что тот отряд, который должен закончить разминирование, не успевает закончить разминирование вовремя. То есть настал вопрос, остаться еще на день или продолжать идти вперед, несмотря на то, что разминирование не закончило. И тогда те саперы, которые разминировали, они приняли решение идти вперед и разминировать проход, которого немного осталось собственными телами. И в тот первый день, когда прошло, вернее, в первую ночь, когда прошло около трех тысяч человек, соответственно, впереди шли люди, которые подрывались, разминировав проход собственными телами. Их оказалось около сорока человек, среди них действительно был Басаев, потому что Басаев принимал это решение, и как чеченский командир, принявший это решение, он и шел среди тех, кто это решение принял, и среди тех, кто жертвовал, соответственно, собой. И поскольку вот в первую ночь не вышли все, то во вторую ночь вышли остальные 3-4 тысячи человек, и среди них было действительно очень много жертв, потому что к этому моменту наши федеральные войска сообразили, что чеченцы выходят именно по этому месту, подтянули туда артиллерию, и около 300-400 человек, что было по тем временам огромной потерей для чеченцев, действительно положили. Вот когда я сравниваю эти две версии про там полковника, которому чеченцы почему-то поверили, да, и два дня выходили по минам, и чеченскую версию, мне кажется, чеченская версия может быть там излишне героической, но более правдоподобной, потому что вот как-то в полковника там совсем не клеится. Это сколько секретов этот гипотетический полковник должен был чеченцам продать, чтобы они ему поверили. Да, что он до этого должен сделать. Это что ж чеченцы такие идиоты, чтобы поверить любому человеку, который принес им там карту минных полей за некоторое количество долларов, и говорит, я полковник, я хочу ее продать. Так вот, вот самое страшное в этой войне, потому что со стороны чеченцев мы видим все, и жестокость, и кровь, и грязь, но и героизм. А со стороны русских мы видим очень мало индивидуального героизма тех, кто должен этот героизм проявлять, я имею в виду военачальников. Я не могу не вспомнить об одной вещи. Вот я сейчас, допустим, читаю книжку царского генерала Ростислава Фадеева «Кавказская война». А это книга в основном о войне, которая велась в Западной, на Западном Кавкаде, то есть война, которая велась с абхазадыгскими племенами. Это очень жестокая книга, поскольку в этой книге очень просто сказано, что, вы знаете, вот тут на Черноморском побережье жили какие-то шапсуги и убыхи, да, мы должны были, нам нужно было Черноморское побережье, поэтому мы не могли ограничиться покоением этих племен в обычном смысле слова, мы должны были их вырезать. Это книга о геноциде, это книга о геноциде адыгских пленон, которые были абсолютно полностью вырезаны на Черноморском побережье Кавказа, которые были рассечены к линиями российских поселений, до сих пор там Черкесия и Кабарда отделены друг от друга Ставропольским краем, и часть которых была, сумела эвакуироваться в Турцию, но тоже это была эвакуация, знаете, там, по типу, кто выжил в этих концентрационных лагерях. И тем не менее в этой книге абсолютно жестокой, как Mein Kampf. Нет ни единого слова презрения в адрес противника, есть уважение к противнику. Вот, да, там говорится, вот такие вот нехорошие были Черкесы, нам было нужно побережье этого моря, поэтому мы их вырезали. Но там нет ни одного слова, что они подонки, сволочи, гады, что они не умеют воевать. Потому что Ростислав Фадеев был царский генерал, был двернин. Он сам воевал, и он сам воевал во главе своих войск. Ему было противно называть своего противника чем-то, да, кроме героя. И чувствовать в нем чего-то другого, кроме героя. Вот это, к сожалению, наша нынешняя российская армия утратила, а приобрела она взамен дедовщину. Я бы хотел узнать ваше мнение относительно Кадырова. Как вы думаете, какова была цель России, чтобы они назначили сюда, вот, Кадырова? Ну, во-первых, фамилия не Кадырова, а Кафырова. Там опечатка произошла, вместо ДЭТа продолжим. Во-вторых, то, что его назначили своей главной марионеткой, говорит, во-первых, о том, что действительно русские пошли ва-банк. Русские пошли ва-банк. Русские пошли ва-банк. То есть они презрели все правила, вообще всю тактику полностью изменили, сбросили все маски. И всех своих агентов, как говорится, полностью тоже вывели на передовую. Еще в конце той войны, там у нас была, в нашем спецслужбе была информация, что документы, когда Грозным еще ФСБ, мы разгромили в августе, документы, руки попали, именно Кадырова фамилия была, и напротив его кличка Адам. Вы говорите о Чечне как о каком-то отдельном государстве. Расследование ведется так, как того хочет власть. А власть не хочет объективного расследования. У меня, в принципе, было это очевидно с самого начала. Но вместе с тем, они крайне нервно относятся к возмущению по этому поводу и считают, что это какая-то политическая деятельность. Я буду этого добиваться. Собственно, я это делаю. Я достаточно человек упертый, упрямый. Надо запастись терпением и силами. В интервью нашим коллегам в газете «Детсайд» вы говорите о том, что вашего отца убил не Кадыров, не Геремеев, не Далдув. Вы говорите, что его убила путинская Россия. Что это значит? Я имела в виду, что такое могло произойти в путинской России. Вот и все. И, видимо, те, кто заказывали это убийство, организовывали его, они верили в свою безнаказанность и верили в это небезосновательно. Это не означает, что вы возлагаете прямую или посленно ответственность на Путина? Политическую, конечно, на Путина возлагаю. Я всегда это говорю. Он взял под контроль расследование. Расследование не ведется. Это его зона ответственности. Это из-за него, по всей видимости, раз он сам, я его не тянул за язык, взял-ка под контроль расследования, под личный, это бьет по его репутации. То, что не ведется расследование, это тоже преступление. То, что он заявил, что на пресс-конференции что не обязательно было убивать, и это по многому говорит.